Привет, зерги! Я Тед, и это мой гайд по StarCraft 2. Зерг против протаса. Очень много проблем часто возникает у зергов с протасами. Очень много, да? То есть вы не знаете, как их одолеть. И недавно больше всего проблем было именно против Void Ray. То есть Void Ray они прилетали, кошмарили зергов, было тяжело играть. Но что если я вам скажу, что у меня есть решение, у меня есть решение, как играть против протаса в StarCraft 2. Вот. Поехали, поехали, поехали. Прикольно, что это решение было придумано против Void Ray, конкретно, когда они игрались с трех Stargate'ов. Чуть-чуть, буквально недельку. Вот придумали, ребята, такой билд. Назвали его Германское такси. Вот так вот. Ну, потому что германцы придумали. Но, но, ребята, он работает всегда. Да, то есть вы можете его просто играть, как ваше открытие, как стратегия использовать на ладере. Вот. Открытие у нас идет 16-я хата, газ, пул. Надеюсь, что у меня есть какой-то гайд. Я уверен, что он есть. Обязательно кину в предложечку гайд на вот это вот открытие. Да, 16-я хата. У нас идет 18-й газ, 17-й пул. Вот. 16, 18, 17. Стандартное открытие. Стандартное открытие против ProTOS'а. Наполняем газ. ProTOS приходит и разведывает. Мы здесь, в принципе, оверлордами. Первым летим сразу смотреть, что у ProTOS'а в стенке. Вторым летим сначала вот здесь вот по натуралу, чтобы проверить, что у нас не фотонят. И затем вот сюда. Вот сюда мы летим. Чтобы, если нам понадобится, залететь к ProTOS'у на Main и проверить, чем он там занимается. Ну, здесь нам пока этого делать не нужно. Нам пока этого делать не нужно. Нам нужно заказать 20-го оверлорда. Дождаться, пока он построится. И строим две квины. Сразу две квины, заметьте. На каждой базе по королеве. У нас заказано. И я не заказываю собачек. Почему? Против ProTOS'а вам не нужны собачки рано. Вам лучше экономику раскачать. То есть защищаться не от чего. Вот. Максимум, что вы стоите вот этим оверлордом и вы видите, кто выходит из врат. Да. То есть если выходит адепт и бежит вперед, вот в этот момент вы заказываете собачек. Они тогда успеют сделаться. Четыре собачки на одного адепта. Вот такая математика. То есть все очень просто. А если вы заказывали только дронов, то вы сможете вот накопить на хату в 2.26 уже поставить ее. И обязательно, когда накопили 100 газа, снимаем рабочих с газа. Снимаем рабочих с газа. Первая королева будет делать инъекции. Первая королева, точнее. Да, и делают инъекции на главной базе. На второй базе у нас делаются только криптуморы этой королевы. И мы делаем 3. 3 криптумора. Вот. Обязательно. Вторая база. Еще одна королева. И как только мы заказали скорость, следующие 2 рабочих уже идут роллипойнтами, которые здесь заказаны. Идут обратно на газ. То есть на третьей минуте обязательно уже продолжить добывать газ. И это будет как раз-таки защита через королеву. Смотрите, я здесь вижу, что адепты есть. Я уже предполагаю, что он может побежать в мою сторону. Поэтому я заказываю 4 собачки. Все, больше собак не нужно. И в принципе эти собаки будут помогать нам разведывать. Они будут видеть, идет ли протас в нашу сторону. Они будут смотреть, есть ли у него ранняя третья база и прочее. Вот. То есть остальную технологию. Королевы в принципе способны защититься от любой атаки протаса, которая не критический алл-ин какой-то или еще что-то. Вот. Поэтому вначале нам ничего кроме королев не надо. Обязательно не пропускаем инъекции. Делаем их постоянно. И как вы видите, еще 2 королевы мы делаем. Итого у нас будет получается. 3 плюс 2 это 5 королев. И 6 королев вот здесь обязательно еще заказываем. 6 королеву. Вот. То есть таким образом у нас очень много королев для защиты. И мы приходим к 4 минуте. 4 минуте это крутой важный тайминг. Смотрите. На 4 минуте у нас уже 40 дронов есть. И мы отсюда берем и заказываем. То есть мы уже на 4 минуте должны понять. Ставлю от себя вижен. Есть ли третья база у протаса ранняя. А мы видим, что она есть. Вот. То есть это мы нашли. И понимаем. Раз такая ранняя третья база, нас не будут олынить. Значит наш план удался. И мы можем играть нашу стратегию. Вот это очень важно понимать. Вот. Здесь мисклик. Это должна была быть спорка. Но получилась плетка. Да. Я специально подобрал вам именно эту игру. Потому что здесь будут от меня ошибки. И даже с ошибками работает. Работает стиль. Вот. В любом случае. Какой билдордер у нас? Мы ставим 2 газа. Ставим руч варен. То есть для тараканов нам. Все что нужно. Заказываем королев еще. Обязательно. И здесь мы заказываем не королеву. А здесь мы заказываем леер. Нам нужен леер. Вот. Сейчас я ее отменю. Закажу леер. Все у меня окей. Наполняем газы. И наша цель. Наша цель сделать 51 рабочего. 51 рабочего до желательно 5 минуты. То есть до 5 минуты у нас уже должен быть 51 рабочий. Желательно плюс-минус вот уже в 4.30. Ко мне бегут адепты. Поэтому сейчас я заказываю еще собак. Заметьте. Я не заказываю много собак. Я заказываю 4. 4 собаки. Ровно на 2 адептов. Которые бегут в мою сторону. Вот. И собственно собаки плюс королевы. Все это сможет отбиваться от адептов. У меня никаких проблем нет. Можно продолжать делать дронов. И скорость оверлордов. Приходят адепты на третью базу. Здесь я отбиваюсь королевами. Здесь я сейчас возьму собачек отбиваться. И здесь я не замечаю оракла. Вот. И почему мне не нужны спорки от оракла? У меня есть королевы. Но королевы должны стоять в минеральных линиях. Здесь же я поставил крип. Забыл отвернуть королеву в минеральную линию. И оракл убивает очень много рабочих. Смотрите. 7 рабочих убивает оракл. Очень много. И здесь я начинаю терять оверлорда. То есть вроде бы все плохо. Да. Вроде бы все плохо. Но. При этом. Заметьте. Пока он меня пытался там убить рабочих. У меня в сумме опять 51 рабочий есть. Да. То есть. Вот это самое главное. Хоть рабочих убили. Мы их отстроили. И показываю вам что будет происходить дальше. Показываю уже все. Дальше мы не останавливаемся. Мы просто смело берем и делаем. Из этих оверлордов наше такси. То есть наша цель как можно раньше пройти на другой конец карты. И начать убивать протаса. То есть мы будем убивать его линга мировагерами. Это наш основной состав армии. И обязательно берем с собой королев. Вот. Королев парочку я оставил от оракла. Но можно брать в принципе хоть и всех королев. Да. То есть. Вы тут забыли оверлорда правда. Вот этот косяк. Видите. Один пустой полетел. А полного я забыл. То есть. Очень много ошибок. Но. Но при этом это все равно работает. Если вам не убивали рабочих 7 штук. Да. То есть. Если у вас все шло хорошо. Если вы просто отбивались от горелок. Да. Грелки прогоняются. Вайдреи прогоняются квинами. То вы сюда придете в 5.50. Да. То есть. Если вам не мешали. Если вам мешали. Вы придете чуть позже. Но смотрите. В чем имба. В чем имба этой стратегии. То есть. Мы приходим в 6.30. И какая у нас сейчас проблема. Да. Знаете. Сейчас самая большая проблема. Что опять же. Грелки какие-то. У протаса. Которые начинают выжигать наших тараканов. И нам тяжело олынить. Да. Но. 6 королев. 6 королев. Они. Посмотрите. Они просто аннигилируют зерга. Они могут полечиться. Они могут полечить. То есть. Вот у меня начинает умирать там. Равагер. Я его полечил. Начинает умирать королева. Я его полечил. У них очень много жизни. У королев. У них много энергии. Мы их строили с самого начала игры. И протас банально к такому таймингу не готов. Протас не готов. Он не может. Не может. У него нету юнитов. Чтобы сражаться с такой армией на такой минуте. Вот. То есть протасу просто тяжело. Это очень тяжело заметить. Потому что аверлорды быстро долетают. И получается квины с равагерами вот так приходят. Можно очень много залпов дать по протасу. И вот именно так легко в принципе с ним поквитаться. Поквитаться. И уничтожить протаса. Вот. Если вы понимаете на этом моменте. Что вроде бы вы сразу же не продавливаете. Обязательно сзади делаете. Если это воздух у протаса. Гидроден. Да. То есть гидролисков нужно строить. Эволюшн. Чтобы были апгрейды на них. И еще королев заказываете. Вот. То есть видите. Протас ко мне забежал в это время. У меня здесь нету дронов. Он мне убил всю экономику. Но. Так как у нас огромная армия на его половине карты. Мы собственно приходим. И додавливаем. Приходим. Давливаем. И он сам восхищен. Протас восхищен. Да. Вау. Зет тайминг. То есть он говорит. Вот это тайминг. Блин. Я не ожидал. И ваши соперники тоже не будут ожидать. Надеюсь вам понравился этот выпуск. С вами был Тед. Пока.